Библейский портал экзегет.ру представляет Тоталитарная секта, в ней есть один руководитель, только он знает как надо, все должны его копировать, все остальное это лишь его слуги, которые идут по его стопам. Мне не хочется так читать Павла, хотя я понимаю, что так прочесть его можно. Мне не хочется не только потому, что я не люблю тоталитарных сект, но потому что в контексте всего послания, где Павел постоянно говорит, все мне позволительно, но не все полезно, он явно не такой суровый старец, который ото всех требует безрассудного подчинения, он оставляет огромную свободу выбора за коринфянами. И здесь, наверное, он говорит немножко о другом. Он говорит, вы уточняете у меня, вы пытаетесь меня окружить такими конкретными вопросами, можно ли есть мясо, которое принесли в жертву идолам, выходить ли замуж, жениться ли и так далее. Я вот не скажу вам точные ответы на все эти вопросы. Он не дает в предшествующих главах, он как раз рассуждает с позицией, которую не всегда встретишь у христиан, а именно, что свобода остается, что есть божественные заповеди и есть выбор человека в конкретной ситуации, как поступить. И вот здесь он говорит нечто, мне кажется, на ту же самую тему. Я иду за Христом. Я следую по его стопам. Попробуйте пойти по моим, потому что я уже иду по этому пути. И тогда вы найдете ответы на свои вопросы в своих ситуациях. Не спрашивайте моего разрешения, там, жениться, не жениться, есть, не есть. Это вторично. Вы разберетесь с этим, если вы будете идти за Христом. Посмотрите, как это делаю я. Собственно, и все. «Похвалю вас, братья». Он все время их хвалит, где находит малейший повод. «Что помните обо мне и сохраняйте, как предание то, что я передал вам». Ну, собственно, база отношений. Да, он основал эту церковь. Но дальше он уточняет. «Но хочу, чтобы вы знали, всякому мужу глава Христос, а глава жене – муж. Глава Христа – это Бог». Ну, вот иерархия. Общество тогда было, конечно, патриархальным. И мужчина был главой семьи. Это римский юридический термин «патерфамилия». Глава семьи обладал огромными полномочиями, в частности, в духовной, в религиозной жизни. Да, Павел разбирает выше, в седьмой главе, ситуацию, когда верующий муж, неверующая жена или наоборот. Но в норме, конечно, все домочадцы, начиная с жены, принимали ту же религию, которую исповедовал глава семейства. И особенно, если это так, если они оба христиане, то, в общем, семья – это уже такая маленькая структура церкви. Причем на мужчине лежит первенство, не потому что там Павел так установил, потому что это нормы в любом случае того общества. И в этом нет ничего дурного, потому что это встраивается в другую иерархию, уже в иерархию духовную, где Христос и Бог Отец как его начало. И дальше он из этого делает практический вывод, связанный с культурой того времени. Всякий муж, который молится или пророчествует с покрытой головой, позорит свою голову. И всякая жена, которая молится или пророчествует с непокрытой головой, позорит свою голову. То же самое, как если бы она была обритой. Если жена не покрывает голову, то пусть обреет ее, а если позорно для нее обрить или состричь волосы, пусть покрывает их. Кажется, никакой логики в этом нет, но просто покрытие головы было символом замужества. Ну, так и осталось, скажем, в русских деревнях. Девушки ходили простволосыми, ну, с лентой какой-то, но когда они выходили замуж, они надевали головной убор, платок или что-то еще. Собственно, вот обручальное кольцо сегодня – это признак того, что человек женат или замужем. А тогда для женщин это было такое вот покрытие головы. И, собственно, покрытие головы тем самым женщина говорит, что она не свободна, что над ней есть мужчина, который, собственно, возглавляет эту семью. Вот, собственно, и все. Но обратим внимание, что и у мужчины, и у женщины как бы равное право в молитве и в пророчестве, даже в пророчестве. Мы не понимаем, что имеется в виду под пророчеством, но видим, что женщины тоже это делали. А вот внешний вид разный. Причем настолько это культурно обусловлено, что, видите, женщины не стрижут волосы, тут говорится, поэтому и покрывают их. Ну, в наши дни она стрижет, может быть, потому и не покрывает. Иногда, по крайней мере. Мужчина не должен покрывать голову, поскольку в нем явлены образы слава Бога. А в жене слава мужа. Ведь не муж произошел от жены, но жена от мужа. Это история сотворения мира, конечно. И не муж был создан для жены, но жена для мужа. Где Адам и потом Ева. Потому жене подобает иметь на голове покрывало, как знак власти для ангелов. Но про ангелов здесь можно многое, наверное, сказать. Но разумнее всего считать, что имеется в виду. Даже если мы и так все знаем, вот мы люди, это условность. Ну, что там обручальное кольцо носить? Я вот однажды повредил палец и снял его, потому что я не мог носить. У меня палец распух. Ну, я от этого не перестал быть мужем своей жене. Ну, покрывало сняла женщина. Он говорит, для ангелов. Вот даже если мы сами и так все знаем, мы не нуждаемся в этих знаках. Ну, вот для какого-то миропорядка, для каких-то духовных сущностей, для них хотя бы надевайте эти покрывало. Ну, и тут же он делает оговорку. Впрочем, ни жена без мужа, ни муж без жены не бывают у Господа. Как жена произошла от мужа, так и муж рождается от жены. Ну, это естественный процесс деторождения. И все это от Бога. То есть, эта иерархия не означает какой-то вот такой, знаете, ну, патриархальной, что ли, приниженности женщины, что вообще человек ли женщина. Потом долго будут с этим мучиться и решать этот вопрос. А в Новом Завете уже все это есть. Муж и жена, они абсолютно сущностно равны. Но в структуре общества они занимают разные позиции. Вот и все. Сами рассудите. Подавать ли жене молиться с непокрытой головой? Не учит ли нас сама природа, что для мужа отращивать волосы без чести? Мужчины носили короткую стрижку. Но если жена отращивает волосы, это для нее честь. И волосы даны ей как покрывало. А если кто любит поспорить, то такого обычая нет ни у нас, ни в церквях божьих. Здесь не очень понятно, что он имеет в виду. Он не хочет вступать в пустые споры. Вот как люди любят спорить во всяких социальных сетях сегодня. Сам часто это делаю. Вот он говорит, нет такого обычая спорить. А может быть, он говорит, нет иного обычая в церквях. Но вот что об этом говорить? Вот в церквях принята какая-то практика. Давайте просто ее исследовать и не будем ничего ломать. Можно и так это увидеть. С этими объяснениями я покончил. И вот за что вас не похвалю, что от ваших собраний больше вреда, чем пользы. Опа! Только что он их хвалил, что все вы правильно делаете. И вдруг, вот после этого мелкого вопроса, где он, собственно, уточняет, что женщина занимает по отношению к мужчине подчиненное положение, напомню еще раз, в структуре того общества так и было, вдруг он переходит к чему-то более глобальному. От ваших собраний больше вреда, чем пользы. Ничего себе! Во-первых, я слышал, что на ваших церковных собраниях бывают разделения, чему я отчасти верю. Да, он даже не торопится принимать свидетельство против них, но есть, наверное, какие-то причины у него соглашаться. Да, среди вас должно быть место разномыслием, чтобы стало видно, кто из вас опытней. Но когда вы собираетесь за одним столом, никакая это не господня трапеза. Каждый из вас принимается за собственную еду, и вот один остается голодным, а другой напивается. Разве нет у вас своих домов, где можно есть и пить? Что же вы позорите Божью церковь, с презрением относясь к неимущим? Что же сказать вас? Похвалить вас? Нет, за это не похвалю. Он описывает то, что мы сегодня называем Евхаристией, и то, что тогда совершалось, очевидно, в конце дня, совместный ужин. И вот они собирались в каком-то месте, и люди разного достатка приносили с собой свою еду. Но получается, что стол был не общим, а каждый ставил перед собой свою еду. Богатый человек ставил изысканное блюдо вкусное, бедный, может быть, там краюху хлеба, и не всегда тоже мог притащить. И они вроде ели вместе, но каждый свое. А где же здесь церковь? Это позор. Вы таким образом презираете неимущих, презираете членов этой самой общины. И дальше, кстати, свидетельство о Евхаристии, самое полное во всем Новом Завете. Вот именно не о Тайной Вечере, в Евангельской, но о Евхаристии уже после того, как Христос вознесся, и о том, что, собственно, творилось в христианских общинах. «Я принял это от самого Господа и передал вам. В ту ночь, когда он был предан, Господь Иисус взял хлеб, с благословением его преломил и сказал, «Примите, едите это тело мое, ломимое ради вас, сделайте так, и вы в воспоминания обо мне». Но эти слова до сих пор используются в православной литургии. И точно так же и чашу после трапезы со словами, «Эта чаша – новый завет, заключенный моей кровью. Делайте так всякий раз, когда будете пить воспоминания обо мне. И всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы возвещаете смерть Господню, и так, пока он не придет». Вот идея Евхаристии здесь как раз изложена. Наверное, долго и подробно говорить об этом не нужно, потому что те, кто знакомы с христианской Евхаристией, все то же самое знают, а те, кто не знакомы, вот есть шанс познакомиться. И к чему он это здесь говорит? Смотрите, он не рассказывает о святости момента, он не просто повествует о событиях Евангелия, он говорит, вы собираетесь вместе, вы должны быть едины, потому что вот так это было установлено. Потому что вот здесь вы повторяете эту тайную вечерю, вы воспроизводите то, что было тогда. «И кто станет вкушать этот хлеб и пить чашу Господню недостойно, виновен будет пред силам и кровью Господа. Пусть человек испытает себя, и тогда вкушает от этого хлеба и пьет от этой чаши. А если станет есть и пить, не признавая тело, ну, то есть не считая это телом, очевидно, Христовым, будет есть и пить себе в осуждение». Ну, вот, собственно, чаша Завета. И в Ветхом Завете была кровь жертвенного животного, которую окропили народ. И в Новом Завете кровь Христа, которая была пролетана Голгофе, и до этого чаша с вином, который становится кровью Христовой, воспринимается как как раз то, что заключает этот самый Новый Завет. И если человек этого не признает, если он этого не хочет, то дальше все довольно плохо. «Оттого у вас так много больных и слабых, и усопших немало. Если бы мы судили о себе сами, то избежали бы суда. Но Господь нас судит для того, чтобы воспитать, и чтобы нам не попасть под осуждение вместе с этим миром». Ну, вот тоже очень понятный принцип, да, то есть, если человек, каждый человек сам признает свои грехи, исповедует их, то он не получает осуждение от Господа, иначе он попадает под это осуждение. Вот куда, собственно, восходит практика исповеди, как элемента подготовки к участию в Евхаристии. Но здесь неформальная исповедь, имеется в виду, конечно, здесь некое испытание совести, которая необходима. Ну, а дальше, во что это выражается уже в конкретной церковной жизни, это уже вопрос к церковной истории, не к тексту Нового Завета. Так что, братья мои, когда сходитесь для трапезы, дожидайтесь друг друга, а может быть, принимайте друг друга, имеется в виду, не будьте в розе. Вот смотрите, это все, вот это все о Евхаристии, о Тайной Вечере, о недостойном принятии тайн, которое ведет к тому, что люди заболевают и умирают, вот это все он говорит только в одном контексте. Вы не едины, Вы приходите на эту самую Евхаристию, чтобы кто-то из Вас плотно поужинал вкусными вещами, а кто-то остался голодным. Вот этого не должно быть. Дожидаетесь друг друга или принимаете друг друга. Ну, вот кто-то прибежал там последним, они же все после работы приходили, никто их не отпустит, там много бедных, рабы тоже есть. Вот они, может быть, не все успевали вовремя. Дождитесь, не торопитесь. А если кто голоден, пусть поест дома, чтобы вам не оказаться осужденными. Сегодня Евхаристия отделилась от вечерней трапезы, и наоборот, перед Евхаристией никто не ест. Но принцип понятен, да, то есть, можно же это отнести не только к физическому голоду. Вот человек пришел с едой, и там еще не все собрались, да, там кто-то победнее, попроще, еще, может быть, работу свою заканчивает, не успевает подойти. А этот богач уже сидит, он уже начал там закусывать, выпивать, когда пришли все остальные, он уже там сидит полностью удовлетворенно, ему уже ничего не надо. Какая же это Евхаристия? Вот останься дома. Вот хочешь вкусно поесть, останься дома. И, пожалуйста, там выпей, закуси, и будь доволен всем. Но это не церковь, ты ни в чем не участвуешь. Вот, может быть, это можно отнести не только к закускам и выпивке, может быть, это можно отнести вообще человека церковной жизни. Если у тебя все так индивидуально, своеобразно, у тебя такой богатый внутренний мир, и все, вот это вот ты сам хочешь проявить, вот дома и сиди с этим внутренним миром, церковь, она для тех, кто собирается вместе. Все прочее, добавляет Павел, устрою, когда приду. Ну, то есть, вот вещь, которая у него просто горит, да, не может он это отложить до своего прихода. Впрочем, в 12 главе он продолжит такие наставления, но уже менее практически и более богословские они будут. и более богословские они будут. Продолжение следует...